Запор не только деликатная, но и достаточно распространенная проблема, с которой сталкиваются люди разных возрастов. О запоре можно говорить в том случае, когда стул у человека случается реже трех раз в неделю. Усугубляет течение запора, ведение малоподвижного образа жизни и неправильный рацион. Физическая активность и коррекция меню помогут нормализовать работу желудочно-кишечного тракта и справиться с проблемой. В видео мы собрали продукты, которые часто становятся причиной запора и усугубляют его течение. Красное мясо. Существует несколько причин, по которым красное мясо может вызвать запор. Низкое содержание клетчатки в продукте. Известно, что именно грубое пищевое волокно способствует увеличению объема каловых масс и их продвижению по кишечнику. Высокая питательная ценность. Мясо вызывает ощущение сытости, которое сохраняется надолго. По этой причине человек будет употреблять меньше продуктов, богатых клетчаткой, овощей, бобовых, цельнозерновых культур. Красное мясо содержит большое количество жира, на переваривание которого организму требуется много времени, что может спровоцировать усугубление симптомов запора. Если человек употребляет много мясных блюд, то с целью профилактики запора ему рекомендуется обогатить свой рацион продуктами с клетчаткой и белками, а именно овощи, чечевицу и горох. Фастфуд и жареные блюда. Жареные продукты и фастфуд – это прямой путь к развитию хронического запора. Особенно, если эти блюда присутствуют в рационе регулярно и на постоянной основе. Причина, по которым фастфуд и жареные продукты приводят к задержке стула, сводится к высокому содержанию в них жиров и небольшому количеству клетчатки. Такое сочетание замедляет процессы переваривания пищи по аналогии с красным мясом. Употребляя чипсы, шоколад, печенье или мороженое, человек быстро насыщается, но при этом не получает нужную кишечнику клетчатку. Хурма. Употребление большого количества хурмы может стать причиной запора. Если на вкус она не сладкая, а вяжущая, значит в ней содержится много дубильных веществ. Попав в организм, они уменьшают выработку кишечником слизи и замедляют его перистальтику. Это негативным образом отражается на частоте стула. Поэтому людям, страдающим запора, рекомендуется уменьшить потребление хурмы. Продукты из белой муки. Спровоцировать запор могут продукты, содержащие минимальное количество клетчатки. Это касается белого хлеба, белых макарон, белого риса. Пройдя заводскую обработку, зерно утрачивает большую часть грубых пищевых волокон. Без отруби и клетчатки каловые массы в кишечнике не набирают достаточного объема, поэтому продвигаются к естественному выходу медленно. Многочисленные исследования показали, что достаточное употребление клетчатки позволяет избавиться от задержки стула. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и будьте здоровы!